МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время Великого Поста во всех храмах совершается таинство елеосвящения или соборования. Тесно связанное с таинствами исповеди и причастия, оно носит явно покаянный характер. Семикратное помазание православных освященным елеем сопровождается семикратным чтением отрывков из Апостола и Евангелия. Здесь мы находим и тексты, связанные с темой елея, и притчи о милосердном самарянине, о мудрых и неразумных девах. Произносятся новозаветные тексты, свидетельствующие о совершенных Христом чудесах исцеления немощных. Звучат поучительные мысли о необходимости смирения, терпения и любви, чувства, без которых немыслимо ни исцеление души, ни исцеление тела. Правительство праведнее Господи правоподавает похвалам. Пути Господи, милостая на нас, я кожу упала, хам натябрь и мудрость, с опорного послания, кроме чтения, помен. Братья, обрад, стремите злострадания, мое притение. Пророки, же глагол, щеднев Господним, всеблажив, терпящие, терпляние, выслыши, стекающие Господни видисти. Яко многомилостим Господни, щедр, свежий всех, братья вояне, кричите, если ни небом, ни землеем, ни ноем, бою, как бы художь вам, ежи, да, да, ежи, нет, нет, не молитесь, не рев, подите. Внос, страстный исок, у вас, молитва, деят, благодушие, смыть лицо, да поедет. Болеет, и кто вас, говорит, вред, пресвитеры, церковные, молитву с отборят над ним, помазавшему, или, поема Господня. Молитва, вера, спасет болящего, и воскрепит его Господь, и отча грехи будет затрела. Кусто, цель, исповедуйте вы друг другу согрешение, и молитесь у друг друга, и вы скореете. Много Бога может молить, но праведно, как воскрепит его. Премудрость, алилуйя, 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 милости, что Господь, поспоюте, господи, алилуйя, 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 премудрость просит, ослышавший святаго Евангелия, и все услуги и святаго Евангелия, и чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе! Еле освящение не освобождает православного от греха, но это под силу только покаянию и огромной духовной работе самого человека. Но соборование помогает осознать греховность своего состояния, главной причиной духовной и физической смерти. Совместная, то есть соборная молитва, обращенная к Богу, Богоматери и всем святым об исцелении предстоящих в храме людей, это молитва о даровании благодати, о даровании сил на борьбу с телесными и духовными недугами и о даровании смирения принять любую волю Господа. Поэтому всякий, участвующий в этом таинстве, должен понимать, что соборование – это не волшебный обряд с заклинаниями, который гарантирует чудесное избавление от всех болезней и от забытых или неосознаваемых грехов. Через еле освящение человек обретает прежде всего возможность по-христиански подготовиться к вечной жизни, без страха и уныния принять возможную смерть. Именно поэтому соборование и вне Великого Поста совершается над тяжело больными и умирающими людьми, которым помогает принять преображающую силу страданий. Это таинство – действие сострадания Господу, добровольно отдавшему себя на крестную смерть. Такое мистическое единение со Спасителем помогает нам осознать вечность нашей духовной жизни, в которой физическая смерть становится только началом. И усвоившему этот урок Бог может даровать исцеление от болезней. В послании апостола Иакова есть такие слова. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Эти же слова звучат во время совершения Таинства Соборования и становятся его сутью. Точно так же, как освященный елей становится символом мощи соборной молитвы и образом Божьей милости, который изливается на верующего человека. Особым смыслом наполнено и освященное зерно, в котором стоят зажженные свечи. Для исцелившегося человека зерно знаменует новую жизнь, в которой он духовно возрождается, а для умирающего становится обещанием грядущего возрождения из мертвых. Сталибану, Николай, Уменьшев, Николай, Николай, Николай Матер,イня, Павлица, Когнитин, Ефин, 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 Ефин. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ни об одном церковном таинстве нет столько суеверия, как и с оборованием. Кто-то искренне полагает, что к нему стоит прибегать только когда находишься на пороге жизни и смерти. Некоторые считают, что после него нельзя несколько дней мыться. Как к этому суверенному относится церковь и почему таинство соборования или освящение для всех верующих в храме проводится исключительно в Великий пост? Или освящение, соборование – это одно из семи таинств в православной церкви. Оно имеет очень древнее происхождение. Достаточно вспомнить цитату из послания святого апостола Иакова в пятой главе, где как раз есть, ну, хотя не непосредственное, но косвенное указание, явное указание на это таинство. Когда если кто-то заболеет, пускай призовет пресвитеры церковные, помажут его. И здесь есть как раз этот момент целительный, что исцеление посредством освященного Илея и момент прощения грехов в покаянии. То есть этот институт церковный, это таинство имеет древнейшее происхождение новозаветное. К сожалению, с точки зрения чинопоследования мы очень мало знаем, явный уже чин вот этого святого таинства появляется достаточно очень поздно, там, в IX веке. Знаменитый, это, можно так сказать, розетский камень литургистов, кодекс Барберини, это евхологий, служебник византийский, который указывает как раз чинопоследование этого таинства. Оно тоже очень достаточно сложно, трудно развивалось. Кстати, надо знать, что это таинство, оно всегда сугубым образом связано было с богослужением. Если раньше оно служилось в контексте литургии, поэтому мы видим большое количество чтений и евангельских, и апостольских, то в конце концов оно в течение истории, оно было присоединено к утренне. Это таинство надо всегда рассматривать в контексте службы. Это во-первых. Во-вторых, конечно, как само чинопоследование, сам чин, он долгим образом развивался, различалось и понимание. Допустим, если мы возьмем католическую церковь, то в католичестве, в котором также признается, или священие, как таинство, это, в принципе, как таинство, совершаемое уже над тяжело больным, умирающим человеком. Поэтому это как бы такая молитва церковь. Во-первых, она совершается в основном епископом, и это такой христианин отправляет в последний путь. У нас, можно сказать, более универсальный, более разностороннее имеет значение это таинство. Это и таинство исцеления, это и таинство покаяния. В греческой традиции существует как раз такой обычай совершать и над здоровыми это таинство. Вот на Великий Четверг, как раз на Страстную Седмицу, перед причащением. Дело в том, что Греции причащаются вне привязки с исповедью, потому что исповедь у них совершается в основном подготовленными духовниками, и такой привязки не существует, этих таинств, которые у нас существуют в Русской Православной Церкви. И чтобы очиститься от грехов, именно в этот важный день Великого Четверга, когда мы вспоминаем установление Евхаристии, когда в основном все воцерковленные христиане причащаются, конечно, существует такой в Греции обычай, традиция как раз приступать к таинству или освящения, чтобы покаяться во всех явных и неявных согрешениях. И вот эта традиция перешла к нам. Вообще в течение всего Великого Поста можно приступать и не только сильно больным, потому что тоже неизвестно, насколько человек болен, но и людей, которые хотят, желают покаяться и помолиться. Это таинство, передающее благодать помогающему человеку в покаянии и дающее надежду на выздоровление. К сожалению, возникают вот такие случаи, когда люди, ну там, допустим, раковые больные, они приступают и к каким-то бабушкам, которые там заговаривают болезнь, к гипнотизерам, к экстрасенсам. И, к сожалению, в этот ряд они ставят церковное таинство или освящение. Здесь существует вот такое магическое мышление, а может быть, сработает. Потому что если мы совершим вот какие-то священные, сакральные манипуляции, совершится исцеление. Это в корне совершенно неправильное понимание, потому что в православии невозможно вообще магическое мышление, что посредством каких-то священных ритуалов, манипуляций, заговоров мы можем вынудить Господа совершить какое-то чудотворение. Это совершенно неправильно. Здесь возможна лишь вера и надежда. В таинстве передается благодать, но это духовное понятие, которое невозможно описать в материалистических рамках. И вообще надо помнить, что когда мы приступаем к или освящению, не стоит сразу ждать каких-то исцелений. Вот, опять же, тоже вот эта надежда прикладная. Это прежде всего передача сил, благодати, борьбы с болезнью. Да, происходит исцеление, и таких случаев много. Но, опять же, это чудотворение. К сожалению, часто не только миряне, а священнослужители к чудотворению относятся как к какому-то будничному событию. Это совершенно неправильно, потому что чудо – это некое внезапное, неожиданное проявление благодати. И оно происходит не так часто, совершенно редко. И оно имеет всегда педагогический какой-то нравственный характер, какое-то поучительное следствие оно несет. Если человек сподавляется чудотворением, в том числе через или освящение, значит, Господь дает, зная меня, знак, пересмотреть полностью свои ценности жизненные, взгляды на мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok